Время двенадцать ученикам с моим, берешок их. Но если мы следуем за Господом, то другого пути-то вообще и нет. Мне недавно все-таки принесли карту путешествий, хождение Иисуса Христа. Вот апостол Павел ходил, и написано, он первым, первое путешествие, там второе, где он плыл, легко разобраться. Ну и по четырем Евангелиям попытался, видимо, человек, хорошо знающий Писание, нарисовать путь Иисуса Христа земной. Ничего нельзя разобрать. Ну ты свой путь нарисуй, потеряешься в течение года, где ты был, что получится? Ну по одной улице ты сто раз только прошел, и дальше еще одна черточка широкая и будет. И вот там все буквально исчерчено. Название, какие города, какие селения, Иерсаида, Юпания. И Иисус окончил наставление. Кому? Кажется, ничего тут особенного нет. Но написано и следуйте Писание. Надо находить таинственный, сокровенный смысл. Я бы оказался среди учеников Иисуса Христа. А ученики и взрослые были, не считай Иоанна, юноша был. Женщины были. Вот тут написано, ученики, а ученики это были, и женщины, и Мария, и Магдалия, и другие ходили. На них что, в школу не ходили, какие нам наставления, взрослые выборы, что ты нам слушаешь-то? Мы сами все это знаем. Но Господь им открыл свет на вещи, которые они каждый день видели. И говорит, не 12 часов в одни. 12, мы это знаем. Кто ходит при свете, не спотыкается. Да какое тут откровение? И так понятно. Если свет от одних ночи, так и глаз высплешь. И вдруг Господь говорит, да коли я с вами, я свет миру. Все переворачивается. Оказывается, среди бела дня ты будешь блуждать потемком. И ничего не знать, если у тебя нет веры во Христа. Нет веры, ничего нет. То есть все твои образования, они ничего не дадут. Истинный Господь. И он говорил, пацанам, взгляните на птиц с небесных. Ну что, смотрите, они нам надоели уже, все посолухи поклевали врачи. Посмотрите на птиц с небесных, как много их. И утром вот я стою рано, и они еще раньше у меня уже врачи летят. Да летят, и летят, и летят. За едой где-то столовой уже открыто у них. Они знают, чтобы не опоздать. Вольми кто-то полоком ударил, наверное. Истеха спитает и кормит. Не тем ли пачий варк, маловеры. Так уходит, что вы хуже врачей, хуже ворозьев. Но вы сами рассудите. Вот надо платье, вот надо костюм хороший. Посмотрите на Лирию. Лучше, чем Соломон, никто не оденется. Царство мира завидовали, что у Израиля такой царь. Но он, да, по всей славе, не одевался так, как каждый маленький цветочек. Какие оттенки. Какие святые, посмотри. А йогурт подсекает траву, засыхает, и ничего нет. Но ни тем не более о вас-то он заботится. Ну что ты зря хлопочешь? Даже не знаешь, о чем заботиться. Положишь, смотришь, я начинаю записывать, у меня дневник из одних чудес. И все спрашивают, неужели это так? Ну, если бы это не так, зачем бы я говорил? Я же страх имею Божий. Ты мне поверь. Мы ложимся. У меня два священника ночуют одновременно. Я говорю, у вас какая, братья, просьба сейчас? Самая большая, Господу. Да какая? Усмусь, да и все. А у меня просьба, мне деньги нужны. Мне книгу издать, а денег нет. Давайте, братья, помолимся. А откуда придут? Так в этом-то и дело, что я не знаю, придут ли они. Ну, просто скажем, Господи, если это дело тебе угодно, найди каких-нибудь благодетелей. Интересно. Да хоть кто-то знакомый есть, на кого ты дает? Я еще раз говорю, никого нет. Ну, может быть, сосед придет, даст мне. Помолились. Легли. Я всем говорю, после девяти часов ко мне не звоните. Личное время мы молимся, отдыхаем, свои дела делаем. Только лег спать с пол первого звонок. Я уже не один раз уже сказал. Вот надо же, говорил, а все равно звонят. Тебе думают. Я уже того человека, когда осудил, звонят. Вы такой-то, такой-то. Я и в Йоркен звоню. Вот у нас умер дядя, климента вызвать. А мы слышали, что ваша община сейчас климента названа. Не община, а лагерь. Да вот мы хотели пожертвовать деньги, уже все другое. Скажите вашу фамилию точно, точно. На утро я пошел, уже деньги пришли в остальные миллионы. Да как это может быть? Это же не может этого быть. Ну, братья, вы видели, свидетели, что я не знал того человека. Я даже не знал, что он существует. А ему на сердце поможем, никому не отдает, через какого-то климента. А я не знал, лагерь называл, что этот климент мне поможет, антижеский. Ты надейся на Бога. Бог. Он все и во всем. Но любим мы наставление. Вот если не любим наставление, ничего у нас не будет. Надо искать человека, который бы чему-то нас научил. Идите, это отключите. Я ни одного ребенка еще не видел, кто бы подошел. Вот нынче зимой один ребенок, не наш, подошел, а вот это как? Ни один не спрашивает ничего. Они прыгать, бегать и лучше все качать все люди, чтобы мозги у них мотались. Ни о них кто не спрашивает. Ни одного вопроса нет. Они наставление не видят. Ты договоришь наставление, он вот стоит, как прибитый. Только одно. Скорее бы дядя отошел, да опять он запрыгал, заскакал. Он понимает. Все. Нет духовного рождения. Чужая природа. Природа Евы грешницы, Адама грешника. Она обречет его вниз. Если он прыгать, играть, есть. Ничего не надо. Число 27 глава 19. Моисей готовится к расставанию. Господь сказал, однажды ты меня не послушал, как я сказал. Скажи скале сей. А он говорит, неужели из этой скалы, которая накалена градусов 50 может быть, как из нее вода пойдет? И ударил. И Господь говорит, вода пошла. Вот сделал. Прямо река пошла. Ты не войдешь в обетованную землю. Ты не явил моей славы. Слава Божья в том, чтобы поверить. Вот поверить. У меня огромная вера в то, что за гробом есть новая жизнь. Вы же знаете, как я первую книгу издавал. Как умирающую посещая за два дня, дорогая Надежда Павловна, ты как уж умрешь, пройдешь на этаж, что ты не получишь изотворство-то, найди. Ты ему скажи, денег у меня совсем нет. Хорошо. Она же едва говорит, ты скажи ему милостивство. Пусть он мне подбросит узелевство с золотишком. Я книжку издам. А на 40 дней идет. Я в общем не всем говорю, давайте крепче молиться. Надежда уже заканчивает шествие. На 40-й день мой дом открывает человек, заходит с маленьким чемоданчиком, баульчиком. Открывает деньги. Одно условие, чтобы никто не знал, что я привез вам деньги. Какой страх. Об этом газета писала. Это Господь делает. Ни раньше, ни позже. Вся община молилась. Я заранее всех предупредил. И в первую книгу я ей дал. У меня денег вообще нет никаких. И каждый раз чудо на чудо Бог делает. Это чудо. На 40-й день. И вся община помогала молиться. И все знали. Я бы стал говорить, когда случилось. А теперь можешь наговориться. Язык без костей. А все знали, что я ей говорил при свидетелях. И притом не один раз пришел в последний раз. Говорит, ты не забыла там, когда будешь на небе-то? Подойди ты. Нет, не забыла. И точно в этот день. Ужин приходит человек на 40-й день и дает деньги. И вот Моисей готовится, простите. С народом. А забота о народе. Кто тут будет руководить? Я не раз слышал, говорят, от вас, батюшка, не будет. Что будет? Я не знаю, что будет. Может быть, еще при нас все развалится. Сгорит. А может, будет по-другому и намного лучше. И Моисей не знал. А Господь ему сказал, Господи, поставь Господь ему его на Иисуса на вина, перед Елиазаром, священником, и перед всем обществом. И дай ему наставление перед глазами их. И вот Моисей поставил его, помолился и говорит, Господи, а почему его избрал? Хух. Иисус обновил. Потому что в нем, Господь говорит, есть Дух, и вложил на него руку твою. В нем есть Дух Божий. Вот как надо избирать. Ни знатного, ни богатого, ни красивого, а в котором есть Дух Божий. Вот сейчас я в другой раз отправляю детей, и хочется обязательно старшего поставить. Тогда они как-то отвечают, кого? Я ставлю того, который более духовно смотрит на всех. Другого я никогда не могу поставить. Чтобы он дорого чего плохого не сделал. И вам Бог даст человека, исполненного Духа Святого. И на него священник возложит руки. Вот спросите. Но этот человек должен любить наставления. Иисус стоял и слушал наставления Моисея. Он бы сказал, грязь без тебя знает. Что ты? Я тоже книгу напишу, Иисус, она видно будет. И он стоял это же наставление. Я говорю, Иисус окончил наставления. Он их окончил. Да как где я возьму? Из Писания. Если мы любим наставления, надо Господь на высшие и дистанк поставить. Во второй книге, Царш, 16-23, был такой ахитофел. Он был очень мудрый человек. И у него брали наставления, как будто спрашивали у Бога. А он был нечестивый, коварный, злой, хитрый. Но очень и очень умный. Может быть не одно высшее образование было. У Давида была одна задача, это разрушить Господи совет ахитофела. Надо смотреть, кто будет наставника. Куда он поведет? А мы думали, потеряем, и будем жить богато. А мы этого не обещали. Мы стоим при самом истоке. И в Писании записано как? Восстановление деревни. То есть строительство, домов, пристроек на благочестивых, старинных русских обычаях. А ты что? Ты влагал туда нечестивые обычаи. С каждым днем тебя с поясом моешь. Ты на каждом шагу нарушал. То есть разрушал. Ты разрушал и разрушал устах. И ты не созидал. А если созидал, ты ему плохие слова в поселении не говорил. Ты понимаешь, смысл-то такой? Ты в каждом слове будешь именой на суде Божьем. Ты подписался под этим устам. Разве плохой устам? Беремия, где ни одного скверного слова. Никто не бордует. Да это одно удовольствие. Даже просто приехать. Как нам говорили, вы даже не знаете, что у вас за поселение. Дело-то не во множестве, много или мало. Господь во множестве не заботится. Всего два человека было в раю, этого хватало. Два человека. Без детей. Главное, чтобы все жили в Боге. Разговор был божественным. Встретились Господь с тобой. Благословен, а ты у Господа душа. Я слышу, как Господь благословляет тебя. Говорите со страхом Божиим. Книга Иова 33.16. Господь открывает человека ухо и засчетливает свое наставление. Когда Господь открывает, вот тогда наставление приятно. А так нет. Целыми днями можно суетиться жить, как все люди живут. Салон 49.17. А сам ненавидишь наставление мое, и слова мои бросаешь за себя. Видишь вора, сходишься с ним. Ворованные покупаешь. С прелюбодеями сообщаешься. Безбожники откуда бы ни были, все в свой двор касятся. Да ты каждый день, десятки раз, разрушал устав потеряешься. Да и не удивительно, что Бог вылетает из тебя. Услышал с чьей-то молитвой. Видишь, прелюбодея, говорит, сходишься. Ворованных тебе везут, покупаешь. Верующий все это отвергает. Ему это не надо. На благочестивость старинная. Это значит, старинные люди жили благочестиво, в смысле боялись делать грех. Трича Соломона 1.2. Что, чтобы познать мудрость и наставление? А тут как будто задача стоит только, чтобы никакое мне наставление не дали. Нет наставления, впереди стоит мудрость. Да никакой мудрости ее нету. Ты с ребенка спрашиваешь, когда идет школа, почему ты себя не спрашиваешь? Телевидение тебе не даст ни одна программа ума. И открывать Слово Божие. Иди на природу, чтобы дети видели тебя мокрого от пота. В поте лица будешь есть хлеб твой. Самое сладкое. Чтобы дети видели тебя горящего на огороде. На поле. А вы лишний раз с ребенком не пойдете по стене, расскажете, ничего не знают. Он только думает, как скорее обратно пригнать. Нас родители так не учили. Так я ему пять лет. Четыре километра, Андрея Шерлова. Туда гоняли с отцом каждый день. Вчера бежу, гости быков ходят здесь с быками коровы. Почему? А корова такая, за ней быки. Ну и что? Да ты же ни разу не завернул ее. У нас одна корова побежала домой, а мы там находимся. Оттуда четыре километра. И я за ней бежал. До дому. До деревни. До дому. Дальше уплатился за хвост и гнал туда. А там дальше уже отец мне расправился и так. А ей даже никакой нужды нету. Так, пикция одна. Дети совершенно не любят скотину, не пасут, и ответственности нет. Детей ждет великая беда. В армию обеда, когда они попадут под бедащину, их будут учить кулаком. Вы приучите их так, чтобы они имели ответственность. Вышел, дай ему бумажку, пересчитай сколько коров. И в обед, до обеда раза три пересчитай. А вешать к нему не пересчитай. Вся корова, чтобы он все знал. У него большая работа. Невецкий мальчик просто так балкать все не будет. Он на поле все пушинки подберет. У него свой счет открытый. Притча Соломона 1.7. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Ну глупцы это что значит? Это же не похвала, это неразумность совершенно. Не любят наставление, когда говоришь. Видишь, просто противно это. А человек, которому подсказываешь, что ребенком у тебя неправильно, он будет тебя благодарить, он тебя дарами зацепит. Ты моего дитя распитываешь. И правда я как-то не досмотрел, дозадумался, что-то делал не то. И да спаси Христос еще вовремя. Надежда есть. Ни одного вопроса не задают. Я вижу, я противен всем. Я четыре дня пробыл, у некоторых уже противен. Скорее бы ты не ехал в старину. А я вижу, что ваши дети никто. Совершенно никто. Они готовы вывозь, а их мир поглотит в один день. Они не будут там с захвасткой, как у всех там всех детей воспитывать. Он и там свидетельствует о Боге. Кому они скажут о Боге? Когда он живет уже сегодня, только что воздух не позволяет его посадить. Притча 5-12. И скажешь тогда, зачем я ненавидел наставления. Это люди, которые привыкли к чужим женам ходить. И тратишь имущество на других. И скажешь, почему я не любил наставления. Учите мальчиков в благоговеренном отношении с девочками. Чтоб, как у нас в лагере, пальцем не прикасались. Чтоб никогда не купались вместе. И скажешь, почему я ненавидел наставления. Прочитайте притчу Соломона, 5 главу. 5-23. Он умирает без наставления. Такой человек. Он беспокаянно умирает. Стирахов о наставлении говорит 10 раз. Значит, это важное лекарство. Интересно. Я называю его антихристом. Петр Первый. У него был церстень. И на нем написано. А, требуй учащих меня. Он везде учился. И рубанком работать. И корабль строить. И кузнецом. Все специальности. Всякую мудрость старался узнать. Образование совсем маленькое было. А был член 4-х заубежных академий. Я требую учащих. То есть, я требую, чтобы меня учили. Давали мне наставления. Я прошу, не пройди, мимо меня научи. Как римский император говорил. Я ничему не научился сегодня. Я зря прожил. Мне никто не дал наставления. Никто не дал мне наставления. А наставления получить очень легко. И дать легко. Вот ты едешь в вагоне. По-разному люди видят. Там крест, крест, тесание. И может, никому не сказал. Встал, перекрестился. И кто-то запомнит. Скажет, ехал с нами вот такой-то. А может, тем более разговор возникнет. У вообще-то это. Ты наставления дал десяткам людей. И не все отвергнут. Кто-то и примет. Любите наставления. Об этом премудрость Савамона 3.17. Только несчастные презирают наставления. И притча 22.23. И безумные почитают оковами на ногах наставления. А написано, когда ты найдешь мудрого человека, ходи к нему часто и пороги истирай. Почему истирайся? Видимо, идет так осторожно и ногу не поднимаешь, чтобы не спугнуть, как там учеба идет. Я так уже думал, почему истирайся? Может, перешагнуть? Я даже пытаюсь это проникнуть. А это значит человек как бы крадется и идет. Мудрый тут человек живет. Осторожно. Там у него ученики сидят, как у ног Гамалиева. Притча Соломона 6.23. Заповедь есть светильник и наставление и свет. Притча 10.17. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающее обречение блуждает. Он неправильно поступает. Я вот одному замечанию делаю, что Солом не склоняется, ничего не слышит. Посадил против себя ему, хоть ложку со лба не спускает. Истращающий памяти никакой нет. Еще нет. Он не презирает. Родители так проучились. Все мимо летит куда-то. А ты один раз услышал, ты сразу себе взял. Как бы ошибки у меня не было. А как бы мне замечание не сделали. А что люди скажут? У нас это было самое большое наказание. Отец на коле пасет. А мы что-то в огороде не сделали, мать скажет детям. А отец вечером придет, что он скажет. Я не знаю, почему мы так этого боялись. Скажет. Не то, что он нападет палкой и бабиком будет бить. А скажет. Ничего особенного нет. Ну, поставимся тогда, лишь бы скорее картошку выпалать и все сделать. Заложено уже было. Я не мог быть другим. Во мне это уже все было здесь. И где я отклонялся, и где грешил, это я по безумию сделал. Родители дали наставление. Уважать старших. Встреча. 12.1. Кто любит наставление, то любит знание. А кто не любит обречения, тот не верит. Встреча 13.19. Не считая посрамления, отвергающего учения. У вас тут есть на плакате написано. А кто соблюдает наставление, будет честь. У вас это не написано, но продолжение этого стиха. А кто соблюдает наставление. Не просто прослушал, послушал и убежал. Вот я вам сказал, боя неправильно посудить. Я скажу точно, они не рассуждали. Они между собой могут судить. Могут и залугаться. Они бы сказали, как это вы могли так допустить? Совсем коробки не посудить. Ну почему же не отогнать это было правильно? Один раз не напоили, значит и два раза могли не напоить. Они между собой не обсуждают это. А ты сам пойди, отец, да один на другой раз, да поговори, да проведи. Нас отец всегда гнал и говорил, вот эта трава, это такая-то. А вот эта, это вредная трава, но ее немножко можно дать. А вот эта на саламстве, когда корова пить хочет, сразу да не пьет. Часов не было. А головой так шевелишь в тень, где есть четыре шага, значит уже надо домой подвигаться. Природу знали. Они ничего сегодня не знают. Потому что наставления-то родители не дают. А ты вспомни, какое наставление давал сыну твоему, дочери, за день. А за неделю. А теперь спроси, давал он, не выполнил. А еще вопрос, а какое мне кто давал наставление, как я его выполнил. Что? Ты понимаешь, какая задача? Какой он из волос получается? Сколько интересного? Почему люди такие скучные? Ничего нет, они доржали. Или он остановился в том возрасте, в пятом классе, как был. И все остальное умеет двигаться, ноги передвигают, платье наденет, а дальше ничего нет. Ты каждый день продвигайся по ступеням вверх. К Богу. Прочитал птичу Соломона и сразу к нему, смотри-ка ты. Не считай посрамления, отвергающего учения. А причем у меня отец богатый, не считай, ждет тебя. А кто соблюдает Божье наставление, будет счесть. Его везде будут почитать. Притча 15.32. Отвергающий наставление, не родит от своей души. Если сказали что-то, сразу прими. Кому-то сказали, а ты услышал. Не конкретно себе. Сразу себе запасники положи. А я слышал все немного и узнал. Как учитель говорит, пойдем, ученик, в город проповедовать. Пойдем, учитель. И вот идут, беседуют. Весь город прошли, обратно идут. Он говорит, учитель, а когда же проповедовать будем? А вот мы и проповедовали. Люди видели, как мы рассуждаем смиренно. Это первое, конечно, шаг. Он по-другому монаха не понимал. А все-таки это что-то значит. Ты прошел по форме, из храма идешь. Ну тут не так, а в городе. Обязательно люди обратят внимание. Крища 31-26. Кроткое наставление на языке ее жены. Мудрой, трудолюбивой и кроткое наставление. Она не будет упрекать мужа, а кротко скажет ему. Языки Илья 17-23. Люди сделали жестоковынами, чтобы не слушать и не принимать наставления. Ужасное состояние. Общество полностью разложилось. Никто не принимает. Не слышит. Деяние 13-15. Есть слово, наставление. Поговорите к народу. Вот приехали к ним гости. А у них на скамейках сидят у евреев. На скамеечках. Вот как вы. Так она не спала там, а слышала. И Павел заметил. А сказали, Павла заметили, подошли братья. А у вас есть какое слово? Ну скажите, вы придете в собрание. Что вы скажете? Я пришел в грузинское собрание. В грузинское, в Тбилиси. Пресвитер сразу же подошел. Брат, а у вас оставление есть? Я вышел говорить про кровь. Мне пришлось полтора часа говорить. Только я сел, бежу, крадется из-за дистанского собрания. Пресвитер. А вы у нас оцените, слово скажете. Четыре собрания пришлось провести в день. Почему? Господь. Первый раз я приехал, у меня город остался в сердце. Потом посетили, у них называется Георгий Бога, Старший. Он говорит, если бы я раньше встретился, знал, я бы его койфу и крестился, и больше матерь признал. Он уже на смертном обе лежал. Вы любите Господа, и Господь дашь вам аудиторию. Они слушать будут. Деяние 15.32. Иудови сила, обильным словом преподали наставление. Куда бы вы ни поехали, с чем бы ни встретились, всегда просите Господа, не дай мне обильное наставление, и чтобы я его мог передать другим. 18.25. Деяние. Он был наставлен на начатку пути Господней, и, говоря духом, говорил и учил о Господе правильном, потому что наставлен был правильным, но не до конца. Поскольку знаешь, только и говори об ополучии. Деяние 20 глава, 2 стих. Тоже о преизобильных наставлениях, какие дали апостолы. 22.3 глава. Я был тщательно наставлен в отеческом законе, ревнитель по Богу. Я этого сказать не могу. Мы не были наставлены, всего достигали сами. Это огромный ущерб. Ваши дети счастливые, что живут в доме, у которых родители и верующие, что Писание на столе, если оно не мертвое. Я знаю людей сегодня, даже не православные баптисты, полностью против телевизора. Лишились и выкинули их. Их вообще нет. Я за это не радуюсь. Есть хорошая фирма про природу, можно показать. Но некоторые зашли в виде огромный вред, который приносит телевидение. Не разрешайте детям играть разные игры. Это пагубно. Наставления никакого нет. Только божественное. Давайте про природу. И ему разъясняешься. Останови. И скажи, вот эти горы, как Господь сотворил. Вот эта птица, любое животное, все создатели. Он обдумал, как они будут жить, питаться, прятаться. В первом послании к Коринфянам, 10 глава, 11 стих. Павел говорит, что все, что мы считаем в Ветхом Завете, это описано нам в наставлении. Значит, много нам в наставлении. Начиная от первой книги «Бытия» до последней «Малахи» и до последней третьей езды, неханонической, это написано нам в наставлении. А мы скажем, и новый завет в наставлении. Да мало того, можем сказать, и святые отцы говорили нам наставление. Мужи веры. И живые люди, которые с нами встречались, они говорили нам наставление. Значит, чтобы из этого взяли пример, и Галатам 3.5, через наставление в вере, мы уверовали во Христа. Будем об этом молиться и просить Господи, дай нам добрых наставников. И таких наставников, строже которых во всей Вселенной нет. Чтобы не потворцали нашим слабостям. И о чем я вам сказал, я вам сказал это для вашей пользы. Вы сегодня с детьми отдельно позанимаетесь, скажите, а было такое, о чем вы говорите? Может это про нас? Говорят, а хорошо ли это? А какая память о нас останется, когда мы уедем? Когда мой отец уехал, он был пастух, без руки. Так его еще 20 лет вспоминают, вот был пастух. Овечка, как бы свинец, все в сале были. Он каждый знал, куда познать. Ни один лягненок не пропадет. Он все это в сотки высосит, накормит. А этот, ну никакие совершенно. Вы, услышав слово наставления, которое сегодня услышали мы из Пященного Писания, примените его на практике, чтобы не на практике я старался и тратил время. Аминь. Аминь.